всем привет дорогие друзья с вами я виктор и в этом видео будет игровой тест телефона samsung galaxy a 51 вот таким вот образом выглядит замечательно данный телефон работает на процессоре exynos 9611 у которого 4 ядра работают на частоте 1750 мегагерц cortex a53 и 4 ядра работают на частоте 2300 мегагерц cortex a73 также видео ускоритель mali g72 всем знакомый графический ускоритель который в принципе довольно средний скажем так для очень тяжелых игр его сейчас точно недостаточно но посмотрим на что способен данный телефон итак первую игру которую мы запускаем это будет папк мобайл и запускаем и будем играть в данную игру вот загрузилась игра выбрала автоматические настройки графики hdr графика применяем настройки то есть хоть здесь и не самый мощный процессор и не самый мощный графический ускоритель все равно параметры выбрали автоматически выбрались хорошие то есть hdr графика все классно так что еще здесь можем посмотреть зайти в настройки зайти в графики ну и как мы можем видеть здесь параметры графики значит графика у нас на высоких значениях частота кадров тоже установлена высоко и фильтр у нас классический ну и вот такие вот следующие настройки все запускаем игру поехали уже на первый взгляд все отлично отрисовывается ничего вроде бы не подвисает все неплохо играет то есть папк мобайл достаточно оптимизированная игра для этого процессора принципе в пак мобайл вы на данном телефоне можете спокойно поиграть действительно плавность очень хорошая по крайней мере вылет из самолета все плавненько все отрисовывается хорошо никаких подлагиваний на данный момент нет возможно будет потом процессор троттлить сбрасывать частоту и будут какие-то подлагивания но на данный момент все офигенно и Продолжение следует... Так, в принципе, все ок. В общем, очень комфортно играть в данную игру на этом телефоне. И причем, как вы можете видеть, вот здесь капелька есть. Фронтальная камера в виде капельки. Точнее, даже в виде просто выреза на экране. И ничего не мешает вам. То есть, она не очень сильно бросается в глаза. Ничего, никаких кнопок она не перекрывает. И очень компактная, очень маленькая камерка. Очень классно, в общем, все выглядит. Ну и в PUBG Mobile спокойненько можете играть. Все классно, все отлично отрисовывается. Давайте где-то еще на одну, на одну какое-то месиво завалимся и попробуем еще кого-то убить. И посмотрим, как оно на данном телефоне. Ну, на первый взгляд, все вообще отлично. То есть, PUBG Mobile идет на данном телефоне хорошо. И вы, если вы любите играть в PUBG Mobile, можете спокойно в него играть. Кстати, даже телефон не сильно нагревается. Так, вот следующий пациент. Есть. Что тут у нас? Нормально, притарились немного. Окей, let's go. С друганом играем. В общем, как вы можете видеть, здесь тоже все окей. Отрисовывается все офигенно, все классно, никаких подтормаживаний нет. В целом, FPS хватает, чтобы комфортно играть в PUBG Mobile. Так, еще один пациент. Есть. Есть. Так. Еще где-то валят, лупят. Добиваем. Все. Красота. В общем, играть очень комфортно, играть в PUBG Mobile очень классно. Переходим к следующей игре. Следующая игра. Запускаем Asphalt 9 и поиграем в гоночки. Посмотрим, как потянет Samsung Galaxy A51 Asphalt 9. Значит, то у нас здесь по настроечкам. Настройки игры. Значит, качество визуализации у нас здесь стоит высокое качество. Запускаем гоночку. Летучий голландец у нас в Шотландии. Будем играть. Сейчас будет заруба тоже интересная. Давайте посмотрим. На первый взгляд все окей. Качество классное. Количество кадров достаточно. Играть очень прикольно. Играть можно на полный экран. Здесь никаких проблем нет. Все окей. Да, здесь очень классно играется. Ничего вам не мешает. Количество кадров достаточно вполне. Все очень резво. Все, в общем, классно. То есть, данную игру вы тоже можете играть. Очень хорошо, очень удобно. И ничего вам не будет мешать. Следующая игра, которую мы запустим, будет World of Tanks. Многие любят танчики, хотя я в данную игру не играю. Но игра достаточно прикольная. И здесь вы можете наблюдать количество FPS. И вообще наблюдать, как будет выглядеть игра. Как вы можете видеть, вот здесь немного обрезается экран. То есть, там, где камера, у нас обрезается область. Хотя, скорее всего, в настройках можно сделать будет так, чтобы у нас ничего не обрезалось. Мы вот так вот развернем дисплей, чтобы было видно количество кадров. Сейчас у нас 38-33 FPS. То есть, не слишком много. Хотя, сейчас он 60 FPS. Посмотрим, как оно будет. Будем наблюдать за количеством кадров. 43-44 кадра. 47 кадров в данный момент. Вот и мы первого уничтожили. 44 кадра. 43. Есть. Так. Кто у нас следующий? Удирает от нас Чуви. Ладно. Давайте будем куда-то двигаться. То есть, эта игра тоже нормально работает, играет. В принципе, все неплохо видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и все. Меня здесь убили, но ничего страшного. В принципе, как вы могли видеть, тоже в данную игру можно играть спокойно. 45-50 кадров даже было у нас. Возможно, конечно, просадки в данной игре, так как World of Tanks, как мне известно, не очень оптимизированная игра. То есть, она оптимизирована только под процессоры Snapdragon. Под процессоры Exynos и Mediatek она не сильно оптимизирована. И последняя игрушка, которую я запущу на данном телефоне, будет Shadowgun Legends. Очень требовательная игра к ресурсам телефона. Она очень ресурсоемкая, можно так сказать. И если у вас будет очень мощный процессор, она будет идти хорошо. Если нет, тогда в нее будет играть трудновато. Ну, посмотрим, как справится Samsung Galaxy A51 с данной игрушечкой. Да, здесь уже мы видим, было подтормаживание небольшое. Ну, все равно, играть в данную игру можно. Вполне даже возможно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот таким вот образом даже в Shadowgun Legends на данном телефоне играть достаточно комфортно. Было небольшое подвисание в начале игры, но потом, как вы могли видеть, никаких подвисаний не было. То есть как-то поработали Samsung с данным процессором, все в принципе нормально работает. В игры играть на данном телефоне можно, даже в такие требовательные, как Shadowgun Legends. Как вы могли все это дело видеть. Вот так вот. Потому в целом даже для игр данный телефон рассматривать можно. Что по поводу нагрева, давайте посмотрим. Зайдем в Antutu и посмотрим где-то спустя полчаса игры, как изменилась температура. Температура батареи у нас 37,9 градусов, температура центрального процессора была 60, теперь 49 градусов. То есть в целом отлично. Ну и типа не ощущается того, что телефон очень сильно нагрелся. Действительно где-то вот не больше 40 градусов. Так точно, вот задняя спинка. Немножко вот здесь, где камера немножко теплая, не более, не очень. Все печально. В общем, как-то так. Samsung молодцы. Действительно поработали над этим телефоном. Сделали все, оптимизировали хорошо. И данные игры идут на нем просто потрясающе. Вот такое вот видео с игровым тестом на Samsung Galaxy A51 было сделано у меня. Надеюсь, данное видео было вам полезно. А с вами был я, Виктор. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А всем желаю удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok